Друзья, всем привет! Вот и до меня добрала серая эпоксидная смола. Сегодня решил сделать небольшую тарелочку из спилов. Спилы это вишня, яблоня. Напилил в один размер, уложил более-менее, чтобы покрасивее выглядело. И все это стянул малярным скотчем. Дальше внизу все проклеил клеевым пистолетом. Некоторые используют силиконовый герметик, я использовал пистолет. Что касается смолы, то взял смолу и ликву для толстых заливок, которая позволяет заливать до 100 мм. Также взял несколько красителей различным цветом. В комплекте шел вот такой мерный стаканчик с ложечкой, перчатки, инструкции, также еще деревянный шпатель. Ну и дополнительно прикупил весы, для того, чтобы точно взвесить пропорции. Кстати, о пропорциях. У них существуют различные комплекты. Я изначально вообще думал взять от 300 грамм. Ну, то есть можно взять и не бояться на пробу, да. Но опять же, если, допустим, возьмете от 600 грамм, то там прилагаются подарки. В итоге взял 5 килограмм. Здесь также сыграло роль то, что смола прозрачная, быстро выходят пузыри и быстрая скорость застывания. Сейчас добавил краситель. Краситель концентрированный. Добавил всего лишь 3 капли. Как видите, какой цвет получился. Ну и в итоге сейчас все это заливаем и будем ждать, когда наша заготовка высохнет. Посмотрим, что у нас получится. А получилось у нас вот что. Когда залил первый раз, со временем начали мои заготовки все всплывать. То есть, да, эпоксидка выдавливает все наверх. Я подумал, что я затянул хорошо скотчем и не стал приклеивать их ко дну. В итоге у меня все всплыло. В итоге сделал новый замес и залил уже вот в такое ведерко. Сверху положил фанеру и груз. Ну и после этого уже, как говорится, все застыло. И сейчас можно приступать к работе. Опять же скажу, что все пузыри вышли, нигде не осталось. Где-то какие-то единицы остались, но это опять вверху под фанерой. А так все получилось четко. Ну и сейчас пробую точить нашу эпоксидку. Конечно, скажу, что точить ее сложновато. Тем более я первый раз точил эпоксидку. Ну и сейчас еще раз удостоверился, что, конечно, нужно покупать хорошие резцы. Вот эти резцы, они, во-первых, быстро тупятся. Ну, сами понимаете, да? Нужно что-то другое покупать. Опять же, хочу сказать, что также у меня нет пока еще токарного патрона. Сейчас заказал, но пока еще никак не может дойти. Использовал, как и в прошлый раз, я на планшайбе. Как вы видите, сейчас я точу и просто от нее, от эпоксидки, летит мусор в разные стороны. Ну и также еще хотел сказать, что когда, если вы работаете с эпоксидкой, то обязательно берите хорошую наждачку. И опять же, нужно брать от более крупного зерна к мелкому. И чтобы этот промежуток был как можно мелче, меньше. Ну и сейчас вот все это дело покрываю маслом. Потом уже переверну заготовку и буду точить уже с другой стороны. Вот, подготавливаю я нашу планшайбу, чтобы наша тарелка плотно села на эту планшайбу. Ну и после того, как все подойдет плотненько, можно прикрепить это клеевым пистолетом. Первый раз я делал тарелки, тоже много было комментариев. Блин, у тебя все это улетит. Ничего не улетает, но все равно, да, это лишняя трата времени. Если был патрон, вы перевернули, зажали и дальше работаете. Но опять же, это как бюджетный вариант, это можно использовать. Ну и сейчас, вы видите, начинают точить и просто буквально за 2 секунды тебя полностью закидывает вот этим мусором от смолы. Ну и потихонечку-потихонечку выбираем середину. Как говорится, вот это все сточили. Теперь убираем, как я называю, кчерыжку, да, середина заготовки. И можно уже будет приступать к шлифовке нашей заготовки. Опять же, шлифовать нужно не спешить, потому что можете перегреть смолу. Потихонечку-потихонечку. Также шлифовал сначала крупной наждачкой и потом перешел уже на более мелкую. Ну и в конечном результате снова покрываю все маслом. Начинает, конечно, когда покрываешь маслом, сразу вид такой шикарный, можно сказать. Получилось, да, где-то какие-то, может, огрехи есть, но опять же, это первый раз. И для меня, конечно, это получилось прикольно. Немножко сложновато было, но опять же, я говорю, результат он все прощает. То есть, как видите, вот такая тарелочка у нас получилась. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!